Примерно 53 миллиона россиян состоят в различных деструктивных группах, сообществах. Паханом в сфере цензура интернета был назначен Роскомнадзор. Вести вот этот мониторинг им крайне сложно. Мы используем и так называемый поиск по-плохому. Большинство блокировок сайтов происходит неправомерно. Провокация по закону запрещена. Ситуация, к сожалению, сильно ухудшается. Школьники обсуждали школьные проблемы и способы их решения с использованием насилия, огнестрельного оружия. На центральную площадь выходят 10 подростков и вешаются с плакатом. Я не вижу другого выхода при этом царе. Сейчас, вы не 37-й год, правда? Чего хочешь, то и говори. Государственные деньги тяжелые, опасные и, как правило, их мало. Если бы на самом деле все работало эффективно и правильно, может быть, таких трагедий, как в Казани, и не было бы. Для многих понедельник 20 сентября начался не с первых итогов выборов в Госдуму, а с жутких кадров из Перми. Студенты Пермского госуниверситета выпрыгивали из окон, в то время как внутри первокурсник устроил массовый расстрел. Совсем недавно такой теракт произошел в Казани. И Казанского, и Пермского убийц относят к колумбайнерам, последователям деструктивного течения, которое возникло после массового расстрела в американской школе «Колумбайн». Сидят в интернете, смотрят всякое, что в США происходило. Потом преступления у нас в школах совершаются. Колумбайнеры, как и последователи других деструктивных течений, обитают в пабликах в соцсетях. За ними гоняется целая армия людей. Силовики, волонтеры, айтишники, чиновники и полусекретные аналитики. Мне кажется, что эта тема очень интересная. Это так на грани математики, айти и психологии вычислять неравновешенных людей в сети и предсказывать, предугадывать их поведение. Я считаю, что это очень интересная тема. Наверное, я бы с удовольствием занялся, если бы не был занят другими задачами. Мы решили разобраться, кто эти бойцы Киберфронта и чем они занимаются. Фактически сегодня в глобальной сети развернулась целая инфраструктура, производящая будущих террористов. В особой группе риска молодежь. Считается, что спецслужбы обратили внимание на сетевые угрозы из-за шумихи вокруг так называемых групп смерти, которая поднялась после статьи в новой газете. Смотришь иногда по поводу этих групп смерти и так далее. Просто потрясающие какие-то... Что за уроды? От кого они берутся? А глубокой проработкой темы они занялись лишь в 2018 году после массового расстрела в колледже в Керчи. Был такой знаковый кейс, инцидент. Там было много погибших. И, собственно, сам нападавший тоже покончил с собой. Тем не менее, было воспользовано уголовное дело и было расследование. Но главное, по линии правоохранительных органов, задачу предотвращения подобных инцидентов изложили на Федеральную службу безопасности. Основную часть мониторинга за группами смерти, за суицидниками, за наркоторговлей, иными преступлениями против детей, детства и так далее, занимается, конечно же, полицией. Когда это связано с подготовкой взрывчатых веществ, покупкой оружия, к этому подключается ФСБ. ФСБ очень часто сейчас вынуждено подключаться, потому что в полиции, к сожалению, не хватает текущих ее сил и средств. Как правило, для поиска злоумышленников силовики используют специальные программы. Процесс выглядит примерно так. Опасные паблики в соцсетях изучаются на предмет специфического контента. Фраз, названий, кличек, дат. Потом эти слова заносятся в программу, которая начинает искать их в пабликах и аккаунтах жителей конкретного региона. В результате список аккаунтов. Наиболее подозрительные уходят на ручную работу силовикам. Стоимость годовой подписки на такие программы варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Это маленькие суммы для решения маленьких локальных задач. То есть, серьезно, проблему на таких суммах не решить. В России из основных продуктов представлены два. Это Сеус или Зевс от Сеус Лаб и Демон Лапласа от Венедиктова, господина из Новгорода. Оба продукта достаточно интересные. Оба продукта используются в правоохранительной деятельности подразделениями полиции. Оба имеют несколько интересных кейсов по предупреждению Колумбайна и террористических актов. Но массово, к сожалению, это не внедряется. В 2016 году созвучная Сеусу система Зеус привлекла внимание СМИ после того, как Главное управление МВД по Свердловской области сообщило в ТЗ госзакупки, что Зеус позволяет следить за пользователями соцсетей, в том числе читать их сообщения. Доступ к сообщениям пользователей требовали предоставить и госзаказчики других систем, в том числе Сеуса и Демона Лапласа. Правда, разработчики заверяют, что их программы не читают переписку и работают только с открытыми данными, публикациями в пабликах, лентах и на стенах. Человек написал на стене то-то, то-то. Написал, что вот я пойду выпилюсь. Это в соответствии с семантическим ядром системы обозначает, что человек готовится совершить суицидальный акт. Человек вступил в сообщество «Синий кит». Ну, я привожу совершенно простые примеры. Человек вступил в сообщество, и все участники этого сообщества у нас попадают сразу в группу риска. И о них происходит уведомление. Логика работы машины, она не идеальна, поэтому ей в любом случае нужен какой-то оператор. Предупреждение преступлений, конечно, это давняя функция МВД, которая в целом является такой весьма заброшенной. Оперативники, они погружены в свою рутинную работу, в написание бумажек, расследование дел, и вести вот этот мониторинг им крайне сложно. Дальше ФСБ, там как-то какие-то, про какие-то кусочные успехи я слышал, про какие-то кусочные неуспехи я тоже слышал, благодаря активности хакеров. Одна из таких порций утечек была связана именно с деятельностью в Губне и Квант, и деятельностью хакерской группы, по-моему, Digital Revolution. Ей получил всемирную известность в июне 2018 года, когда попал под санкции США. Американцы считают, что Квант мог быть причастен к хакерским атакам во время президентских выборов 2016 года. В конце 2018 года Квант сам стал объектом для хакеров. Тогда группировка Digital Revolution, или цифровая революция, заявила, что взломала сайт Кванта. Хакеры не только изменили заставку сайта, но и опубликовали несколько документов, из которых следовало, что у Кванта есть разработки по мониторингу соцсетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Еще одно ведомство, которое поставляет разработки послежки для спецслужб, научный центр при правдилами президента. Большую часть успешных раскрытий, из того, что я вижу по открытой прессе, это действия оперативника, а не использование технического средства. Действия оперативника по-простому провокации. Когда он выходит под видом клиента, то есть под видом продавца оружия или создателя бомбы. Провокация по закону запрещена, и это тоже нужно проговорить. То есть правоохранительные органы не имеют права использовать провокацию как законный метод оперативно-развестной деятельности. Другое дело, что есть масса других методов работы оперативной, которые близки к провокации, но ею не являются и зачастую трудно провести границу. Где это еще не она, а где это уже она. Павел Чиков описывал такой прием. Силовики внедряют в чаты своих агентов, которые склоняют к более радикальным разговорам. Затем назначают встречу, а на месте может оказаться обрез или бутылка с бензином. Это уже основание для обвинения в подготовке преступления. На такие ухищрения оперативники идут для выполнения кипяй по уголовным делам. В народе их прозвали палками. Громкая история была в Красноярске с девушкой 15 лет, которая ходит, занимается в каком-то режиссерском кружке. Одно из заданий было создать какой-то фильм. И они создали фильм на тему Колумбайна. И по этому поводу вели переписку. И эта переписка была отслежена в Федеральной службе безопасности. Сотрудники ФСБ со спецназом к 15-летней девочке с родителями в 5 утра ворвали с обыском. При этом понятно же, что с точки зрения формальной и юридической, и их отчетов, это идет донесение как именно предотвращение школьного шутинга. То есть не про 15-летнюю девочку, которая в кружок ходила и переписывалась на эту тему. Там же не об этом говорится. Там говорится о том, что велась переписка, в которой школьники обсуждали, старших классов обсуждали школьные проблемы и способы их решения, в том числе с использованием насилия, огнестрельного оружия и так далее. И вот благодаря, значит, успешной работе оперативников ФСБ удалось все это дело предотвратить. По большей части человек хочет отработать расследование, которое сделать проще, чем то, которое сделать сложнее. Потому что проще за полчаса сделать 10 палок, чем сделать одну палку за месяц. Конечно, всегда это есть и всегда такой риск существует. Я не считаю палочную систему плохой, потому что она обеспечивает основы порядка. Ну, как руки помыть, то есть некоторую начальную гигиену она отдает. То есть зрительная грязь с рук исчезает. Руки выглядят чистыми. На самом деле, заразы, с которыми надо системно бороться, гораздо больше. То есть системного решения я не видел, более того, я ни разу не видел того, что по факту называется межведомственное взаимодействие. То есть я много раз видел, как работает штаб, когда произошло какое-нибудь событие, там теракт, например. Тогда штаб собирается, штабное взаимодействие идет между МВД, ФСБ. Но на длинных проектах я такого не видел никогда, чтобы на какую-то проблему навалились всем миром и каждый в части касающейся вынес свою лепту и накрыли. Большое спасибо суду, большое спасибо вообще всем, большое спасибо тем, кто подал заявление. Ты знаешь, все по плану. В начале июня суд оштрафовал певца Моргенштерна на 100 тысяч рублей. За пропаганду наркотиков. Проверку инициировала Лига безопасного интернета. Либеральные общественники прозвали эту организацию Лига без интернета. За большое количество запретительных инициатив. Лигой руководит Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. После расстрела в Перми Мизулина-младшая снова взялась за Моргенштерна. По ее версии, убийца слушал его песни, которые якобы пропагандируют не только наркотики, но и деструктивное поведение. Примерно 53 миллиона россиян состоят в различных деструктивных группах, сообществах, чатах, социальных сетях. Интересуются разными темами. Это и суициды, это и группы о серийных маньяках, убийцах, это экстремистские сообщества, группы об оружии, о наркотиках. Из них примерно 9 миллионов это дети и подростки. Мы выделяем 6 примерно направлений ключевых, в которых больше всего детей состоит. Это группы, конечно, связанные с продажей, пропагандой наркотических средств. Это разного рода группы, связанные с тематикой суицидов. Это экстремистско-террористические сообщества, которые мы называем ультрадвижением, то есть оно вобрало в себя разные темы около футбол, АУЕ, разные сообщества о серийных маньяках, убийцах, группы о насилии, причинении себе вреда. Это также группы, связанные с кибербуллингом, очень популярная тематика. Примерно полтора миллиона школьников состоят в этих сообществах. Откуда у Мизулина эти шокирующие цифры? Дело в том, что основная цель лиги искоренения опасного контента. В арсенале у организации отряды волонтеров, горячая линия для неравнодушных граждан и специальное ПО. Для этого мы используем и так называемый поиск по плохому. То есть, да, действительно, есть автоматический, есть некая техническая возможность, которую мы используем для поиска плохого контента в сети интернет, для того, чтобы понимать, какая вообще динамика тех или иных процессов существует. Это было сделано еще достаточно давно, еще до моего прихода в Лигу такие программные комплексы разрабатывались, ну, в том числе, например, компания Ашманов и партнеры этим занималась. В 2011 году Лигу создал православный бизнесмен и монархист Константин Малафеев. В отличие от вольно мыслящих адептов интернета, он всегда подчеркивал свою консервативность, служил с руководством РПЦ, поддерживал патриотические движения, а для продвижения православных ценностей запустил телеканал «Царьград». А сейчас я хотел бы передать микрофон Константину Валерьевичу Малафееву, члену попечительского совета Лиги безопасного интернета, страшному человеку, Не надо переносить свои детские комплексы на всех. Малафеев небезосновательно внушал страх российскому интернет-сообществу. Он считал, что Рунет стал рассадником противоправного и вредного контента, в первую очередь для детей, а значит, его необходимо зачистить. Интернет за границей гораздо чище, чем у нас. Заручившись серьезной поддержкой, Лига активно взялась за дело. У нас входит попечительский совет и соответствующий генерал-руководитель ФСБ, и соответствующий генерал-руководитель МВД, возглавляет все это министр связи Щеголев. Открыла свою горячую линию. Чтобы самостоятельно противостоять опасному материалу, вам необходимо сделать всего три шага. Для начала воспользуйтесь кнопкой «Сообщить об опасном контенте». Пролоббировала закон о защите детей от вредной информации в интернете, благодаря которому в России заработал единый реестр запрещенных сайтов. Создала армию из 20 тысяч кибердружинников, волонтеров, которые ищут в сети противоправный контент, и инициировала блокировки сотен сайтов. Моя мотивация очень простая, потому что это безобразие. Основной интерес лига проявляла к контенту в соцсети ВКонтакте. А надо ли говорить, что там 100 миллионов аккаунтов, собственно говоря, весь интернет находится, Рунет находится в ВКонтакте. Основатель ВКонтакте Павел Дуров считал, что повышенный интерес лиги к его соцсети связан с желанием ее купить. А в отрасли говорили, что Малафеев претендует на роль главного цензора Рунета. Они, наверное, хотели стать общественной организацией, которая контролировала бы коммуникации граждан, и контролировала бы информационную повестку через интернет, и контролировала бы контент. Правда, в конце концов, власти решили самостоятельно регулировать интернет. Да и сам Малафеев попал в санкционный список Евросоюза за поддержку ДНР, что ограничило его возможности. На этом фоне деятельность лиги начала затухать. Просто у него другие приоритеты в работе. Он очень сильно занят и развитием телеканала «Царьград». Это поглощает много его времени. Малафеев действительно сильно переживает за телеканал. В 2020 году Google заблокировал его YouTube-канал из-за санкций против Малафеева. «Царьград» оспорил это в суде и добился прогрессивной неустойки за каждый день блокировки. Штраф для Google может быть гигантским и за семь месяцев достичь 94 триллионов рублей. Лига же легла на хрупкие плечи Екатерины Мизулиной. Ее мать, будучи депутатом Госдумы, вместе с Лигой разрабатывала закон о защите детей и прославилась рядом других резонансных инициатив, например, законом об оскорблении чувств верующих и борьбой с абортами. Нам очень помогал Елена Борисовна Мизулина. Она, безусловно, один из лучших законодателей. Мы постоянно в каком-то телефонном общении, но как это популярно воспринимается, как это думается, что мы какие-то рабочие вещи обсуждаем постоянно, это не соответствует действительности. Да, безусловно, как опытный юрист, она какие-то советы иногда практически и дает, но никакого вмешательства здесь абсолютно не существует. При Мизулиной-младшей Лига стала вновь раскручивать движение кибердружинников, для которого готовят новое приложение и сайт. И получила президентский грант в 11 миллионов рублей. Сейчас мы снова направили заявку на конкурс фонда президентских грантов. Ну, будем смотреть. Мизулина-младшая рассчитывала на грант в 10 миллионов рублей для проекта «Чистый интернет», в рамках которого планировала обучить 1200 волонтеров искать запрещенный контент в соцсетях. Это разгрузит Роскомнадзор и благотворно повлияет на развитие здорового гражданского общества и сохранение традиционных культурных ценностей, говорится в описании проекта. В конце лета стало известно, что проекту было отказано в финансовой поддержке. На самом деле, показателем эффективности работы и борьбы вообще с этим деструктивным контентом будет закрытие нашей организации, когда государство полностью сможет справляться с такими проблемами самостоятельно. Доступ к ресурсу rutor.org заблокируют. Роскомнадзор запретил доступ к интернет-ресурсу PornHub. Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость работы Twitter в России. Роскомнадзор вызвали представителей ТикТока, Фейсбука, Телеграма и ВКонтакте. Мессенджер заблокируют. И зеркала мы тоже блокируют. Мы намерены эту работу продолжать. Роскомнадзор стал чуть ли не главным ньюсмейкером в Рунете на волне защиты детей от сетевых угроз. До 2012 года о ведомстве знали только связисты. Это была узкоспециализированная и совершенно незаметная организация, которая занималась контрольным радиочастот и СМИ. Но тут случился 2012 год, когда был принят первый закон по ограничению доступа к интернет-ресурсам. Были обозначены первые ведомства, кто имеет право во внесудебном порядке ограничивать доступ к интернет-ресурсам. И таким главным надзорным ведомством, паханом в сфере цензура интернета, был назначен Роскомнадзор. То есть не только он имеет право выносить решения по запрещению сайтов, а также на текущий момент это более дюжины ведомств. Это и Роспотребнадзор, и Федеральная налоговая служба, и Генеральная прокуратура, и Росмолодежь, и Росалкогольрегулирование, и куча других ведомств, а также судебная система. Но все эти решения со стороны всех госорганов и со стороны всех судов, всех регионов стекаются в Роскомнадзор. И нас еще цензурами называют, да? Роскомнцензура. Постепенно Роскомнадзор начал превращаться в такого интернет-полицейского. Функции карателем становилось все больше и больше. И начали возникать конкуренция между ним и такими оффлайновыми силовиками, которые постепенно интегрировались в интернет, имея в виду и полицию, и ФСБ. Только за 2020 год Роскомнадзор вывел почти 390 тысяч противоправных материалов. Из них около 130 тысяч экстремистских и террористических организаций, свыше 28 тысяч с детской порнографией, по 25 тысяч с наркотическим и суицидальным контентом. По данным Роскомсвободы, движение, которое борется за свободу информации, и было создано после введения единого реестра запрещенных сайтов, на текущий момент в России напрямую заблокировано около 500 тысяч ресурсов. При этом заодно с ними доступ блокируется еще почти к 5 миллионам сайтов по IP-адресам. Мы настаиваем на том, что большинство блокировок сайтов происходит неправомерно. И уже сейчас всем очевидно, что заблокирован может быть абсолютно любой сайт, вне зависимости от посещаемости, от тематики, который изначально не нес в себе какую-то криминальную составляющую. У нас есть свои люди в черном, которые это делают. Несколько сотен сотрудников Роскомнадзора ведут ежедневный мониторинг интернета. На вооружении у них автоматизированная система. Ее стоимость в Роскомнадзоре не раскрывают. По разным оценкам она варьируется от сотен миллионов до миллиардов рублей. 20 миллиардов, 10 миллиардов, ну не знаю просто. Это больше 200 миллиардов рублей в год точно, а конечную сумму мы никогда не узнаем. Экспертиза Роскомнадзора нередко становилась предметом критики. Проведен анализ специалистами творчества и текстов песен Егора Крида. И я, честно говоря, хотел бы зачитать, просто чтобы вы поняли, что этот текст настоящий существует. И он находится в архиве. У нас как раз из Роскомнадзора. Люди, пожалуйста, если можно, из архива. Спасибо огромное. Эксперты заключили, что песни певца блокируют интеллект детей и разрушают государственные устои. Доказательством были татуировки рэпера. Я уже забываю, какие у меня татуировки. И его псевдоним. Для русского язычного населения слово крит ассоциируется с древнерусским словом кривда, который является синонимом лжи, антонимом правды и истины. После скандала Роскомнадзор открестился от экспертизы и приостановил аккредитацию авторов исследования. В борьбе с запрещенным контентом Роскомнадзор рассчитывает не только на свои силы. С февраля 2021 соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную в России информацию. В противном случае оборотные штрафы, то есть процент от всей выручки компании в России. — Государственная политика в сфере интернета, в том числе регулирование интернета и карательная политика в интернете, она за последние 10 лет неоднократно менялась. На первом этапе было сильное увлечение практикой блокировок. И здесь была как раз большая роль Роскомнадзора, который блокировал направо-налево. Потом стало понятно, что это не очень работает, и пошла волна уголовного преследования. И здесь на первый план вышли как раз силовики. Вот эти вот все дела в экстремизме, за лайки и репосты, то, что получило широкое распространение именно в такой терминологии. Это как раз вот было там, я не знаю, в 15-е, 16-е, 17-е годы. А вот в последние два года изменилась политика, и мы видим, что сейчас снова изменилось, что сейчас основной удар приходится на интернет-гигантов и на попытку суверенитизации интернета. И здесь вот происходит некоторое такое новое сплочение и распределение ролей между силовиками. С одной стороны, как органами госбезопасности, которые заинтересованы в национализации интернета, контроле за интернет-пространством, интернет-границами, ограничениями внешнего трафика, периллюстрацией и цифровой слежкой. Это все сферы интересов, скорее, правоохранительных органов и силовиков. И Роскомнадзор, который ищет и генерирует технические решения, позволяющие это делать. В основном эти группы, они сидят ВКонтакте. Ну, там блокировки есть, а есть уже право. Они ничего не делают, да, Владимир Владимирович? Вот нужно найти инструменты. Они же знают, что у них там сидят, это наркота, там вот это все ерунда. Нужно найти инструменты, чтобы заставить их это делать. Встреча Владимира Путина с бизнесвумен в преддверии Международного женского дня приняла неожиданный оборот, когда слово взяла Наталья Касперская, бывшая жена основателя лаборатории Касперского. Она рассказала президенту, что миллионы подростков состоят в опасных пабликах и попросила вмешаться. Вы сказали, вам нужна моя помощь, ну, а честно вам скажу, мне нужна ваша. Путин мог доверять Касперской, ведь однажды она уже помогла ему. В 2017 году в составе инициативной группы выдвинула его в президенты. В этот раз тоже сработались. По поручению Владимира Путина был учрежден Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды, или сокращенно ЦИСМ. Основным консультантом и партнером ЦИСМ выступила компания Крибром Касперской и ее мужа Игоря Ашманова. Для нас это, ну, по сути, общественная нагрузка. То есть мы не этим зарабатываем. Мы просто в свое время обратили внимание президента на это, инициировали создание всей этой цепочки. Мы чувствуем свою ответственность. А так, вообще говоря, ну, стоимость контракта, она не вполне окупает то, что нам приходится делать. Мы наработаем фактически по себе стоимость. То есть это не то, на чем мы зарабатываем. Это вот там есть такая иллюзия, что, значит, госконтракт – это такие замечательные деньги, которые пилятся золотой пилой, да, там, и даже там опилки там крайне, значит, выгодные. На самом деле государственные деньги тяжелые, опасные, и, как правило, их мало. И их платят с огромными задержками. Ашманов не раскрывает стоимость контракта с ЦИСМ, но говорит, что в среднем услуги Крибрума обходятся клиентам такого масштаба в несколько десятков миллионов рублей в год. Игорь Ашманов называет себя одним из самых известных менеджеров в Рунете. В интернет-среде его знают как одного из создателей поисковика «Рамблер» – православного айтишника, сторонника российского цифрового суверенитета и доверенное лицо Владимира Путина. Его Крибрум анализирует репутацию брендов среди пользователей соцсетей. Мы выкачиваем почти 400 миллионов аккаунтов из Рунета. Рунет – это русскоязычный интернет. Там не только российский интернет, там больше. И это все социальные сети, до которых мы можем дотянуться. ВКонтакт, Инстаграм, Фейсбук, Ютьюб. По аналогии с отрицательными отзывами о компаниях, Крибрум умеет искать и деструктивный контент. На основе специальной лексики создается словарь. Затем выявляются аккаунты, которые эту специальную лексику используют. И анализируются их сообщения, друзья и активность. Иногда таким образом удается вычислить даже организаторов пабликов. Мы берем только то, что видно для всех. Мы даже то, что для друзей не берем, как правило. То есть закрытые данные мы не берем по разным причинам. В частности, потому что это не очень законно и могут быть претензии. А во-вторых, переписку уж точно мы не видим. Что касается наших взаимоотношений с такими заказчиками, как ЦИСом и другими, то мы не выгружаем им данные. Они просто получают доступ в системе к некому специальному проекту, сами туда ходят, сами делают поиски. И более того, часто мы не хотим знать, что они ищут. ЦИСом возглавил выходец из Росмолодежи Денис Заварзин. Я до этого с этим связан никогда не был. По словам источников Форбс, ЦИСом находится в зоне ответственности первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и существует за счет госсубсидий. С момента создания организация получила из бюджета 1,4 миллиарда рублей. На следующие три года доложен еще почти миллиард. Мне страшно захотелось увидеть штаб Дениса Заварзина, но это же должно быть какое-то серьезное учреждение. Ну, поговорить с сотрудниками захотелось, узнать, что они сделали хорошего. Какие у них планы, наверняка же грандиозные. Такие деньги, миллиард рублей. Пробиться в офис ЦИСМ Ксении Собчак не удалось. Зато там, хоть и не с первого раза, побывали мы. Офис ЦИСМ располагается в незрачном особняке в переулках недалеко от Кремля. Мы нигде не слышали про ЦИСМ. Но объективно нигде. Не слышали в среде силовиков, не слышали в каких-то публикациях объективных, не видели примеров их работы. Они нигде, собственно, не светились. Что это за ребята, которые не говорят о своей деятельности? Конспирация на уровне спецслужб. Найти реальный адрес в открытых источниках нельзя, а снимать внутри запрещено. Денис Завардин согласился только на разговор без камеры. И заверил нас, что ЦИСМ использует уникальную систему, которая позволяет выявлять отклонения у пользователей соцсетей. Это выхватывается из социальной сети моментально по определенным маркерам, по определенным словам, по определенным фотографиям, по каким-то надписям. Именно на системы программистов и уходят деньги ЦИСМ, говорит Завардин. Правда, ни программистов, ни чудо-системы нам не показали. И соображение безопасности. Рабочими системами хвастаются. Если системы не хвастаются, значит, хвастаться нечем. На постоянном мониторинге ЦИСМ находятся полтора миллиона аккаунтов. В основном ВКонтакте. ЦИСМ выявляет из них наиболее подозрительных и отправляет силовикам. Прошло три года, и если бы на самом деле все работало эффективно и правильно, может быть, таких трагедий, как в Казани, и не было бы. У нас, да, есть определенные вопросы. Мы действительно не знаем, как работает организация. Мы не знаем, что там внутри происходит, какими вещами она занимается. Действительно ли поставлен правильно мониторинг? Действительно ли им вообще кто-то занимается? По словам Заварзина, благодаря ЦИСМ удалось предотвратить 14 нападений на школы. Пермские и казанские убийцы остались невидимками, так как не были активны в соцсетях. А мессенджеры ЦИСМ не мониторят. Сразу после расстрела в Перми стало известно, что власти собираются увеличить финансирование ЦИСМ на дополнительные 1,6 миллиардов рублей. И для власти, и для правоохранителей, и для силовиков интернет явился в облике такой страшилки во время событий на Болотной осенью 11-го года. Когда выяснилось, что это потрясающе сильный инструмент дестабилизации, инструмент координации, инструмент обмена информацией, распространения информации, что он находится явно в чужих руках, он кем-то там дирижируется. То есть изначально интернет воспринимался не как средство контроля молодежи или какого-то национального здоровья. Интернет воспринимался как инструмент дестабилизации строев или понижения уровня доверия к власти. Ну и, соответственно, власть должна была как-то на это реагировать. Можно сказать в конце «Идите ко мне, бандерлоги». Бандерлоги, как Владимир Путин окрестил оппозиционно настроенных граждан, не спешили расставаться со своими взглядами. Тогда власти решили присмотреться к ним поближе. За 10 лет после событий на Болотной власти выстроили сверхэффективную систему по выявлению участников митингов. В ход идут все средства. От городских камер видеонаблюдения до тех самых программ по мониторингу соцсетей. Разумеется, включают. Разумеется, вот у нас были все эти акции протеста в январе-феврале. Это программное обеспечение работало. Как и работало огромное количество программного обеспечения, которое анализирует уже Телеграм. Вот эти все движения, акции протеста, перемещения, какие люди туда приходили. Все это, естественно, работало. Есть круг задач, который на слуху и который решает все лучше и лучше. И большие участники несанкционированных митингов в это входят. Но выявление таких участников. Но вот эта вот быстрая реализация наблюдается точечно. Какие-то задачи, на какие-то задачи, видимо, есть платежеспособный спрос или царевая воля. Не важно, на уровне Собянина или какого-нибудь министра. А часть работы просто не ведется. Хотя технически она не сложнее. Все то, что образует разнообразные отклонения, это очень легко диагностируется на уровне групп. Ну, сложно, но технически возможно диагностируется на уровне отдельных участников групп. Но сейчас даже первые шаги идут с очень большим скрипом. То есть это вот одна из главных нерешаемых задач. Впрочем, есть шанс, что ситуация все же начнет меняться. Недавно у властей появилась дополнительная мотивация для борьбы с деструктивными пабликами. Как оказалось, они угрожают не только здоровью россиян, но и политической стабильности. Мы видим, что ситуация, к сожалению, сильно ухудшается. И среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое распространение бурное деструктива в социальных сетях в последние 3-4 года, это спланированная целенаправленная кампания и подготовка к политизации некой детей, молодежи и выводу их последователей на улиц. Эти группы постоянно и все более ускоренно политизируются. И это правда. Вот это мы смотрим. То есть там лозунги о том, что надо причинять себе вред или бить окружающих, ненавидеть их и так далее, они постепенно вымываются и заменяются лозунгами, что надо бороться с властью, выходить на улицы и так далее. Ну, например, я сейчас совершенно так импровизирую, но коммерческую модель суицидных групп дана гениально. Накануне выборов или в день после выборов в любой стране, которая сейчас представляет интерес, на центральную площадь выходят 10 подростков и вешаются с плакатом. Я не могу. Я не вижу другого выхода при этом царе. Вот все. Царя можно смести после этого. За неделю или за две. Перед сентябрьскими выборами в Госдуму так рисковать было совсем ни к чему. И власти активно взялись за рассадники такого контента. В соцсети. Мы им говорим, вы там распространяете детскую порнографию или инструкцию по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее. Вы должны это убрать. А они нас просто и не слушают. Даже не хотят слышать, что мы говорим. Но это же неправильно. На Фейсбук, Твиттер и Телеграм посыпались миллионные штрафы за распространение запрещенного контента. К нему отнесли призывы к митингам и протестному голосованию. Кроме того, иностранные соцсети обязали до 1 января 2022 года прописать свои представительства в России. Это очень важная инициатива, которую мы давно ждали, о которой давно говорили. Потому что пока мы находимся в ситуации некой правовой коллизии, когда эти крупные IT-платформы зарабатывают очень приличные деньги на территории России, получая доход от российских пользователей. Платят или не совсем платят здесь в полной мере налоги. При этом позволяют распространяться к деструктивному контенту. Многие из них не соблюдают нормы закона о пресечении и распространении запрещенного контента. Многие из них не соблюдают закон о необходимости хранения персональных данных пользователей на территории России, так называемый закон о суверенном рунете. В области персональных данных у российских властей тоже появились новации. Весной Роскомнадзор предложил заходить в соцсети через госуслуги, что по большому счету равнозначно в ходу по паспорту. Несмотря на волну критики, инициативу поддержали в правительстве и решили провести эксперимент. Деанонимизация пользователей интернета – давняя идея, к которой власти регулярно обращаются, когда речь заходит о сетевых угрозах. Сторонники говорят, что на обнаружение злоумышленников уходят месяцы, а счет иногда идет на минуты. По мнению противников, ограничения в первую очередь коснутся обычных граждан, а преступники все равно найдут способ ускользнуть. Это поможет бороться не только и не столько со стрельбой в школах или в каких-то других местах. Это в какой-то степени будет способствовать тому, что люди станут более законопослушны. Станут или нет – покажет время. Как и то, насколько эффективна в борьбе с маньяками слежка за пользователями соцсетей. За то в том, что впереди новые ограничения, сомневаться не приходится. Сейчас же не 37-й год, правда? Че хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да че прятаться-то?